Турция Сегодняшняя Турция – это страна, нуждающаяся в нашей молитве. Турция – это одна из самых сильно сопротивляющихся Евангелию стран. Одна из крепостей ислама. Но необходимо помнить также, что современные турки не являются потомками людей, живших там в I веке. В I веке там жили аборигены и греческие колонисты. Люди, которые живут в Турции сейчас, пришли туда в результате великого переселения народов из Средней Азии около тысячи лет назад. Люди, которые живут сейчас в Турции, не являются потомками турков I века. Во всех трех миссионерских походах, когда речь идет о Галатах, когда речь идет о Фефесинах, о Колосинах, когда речь идет о том, что в Малой Азии трудился апостол Иоанн, когда мы вспоминаем о том, что пастором Эфесской церкви был Тимофей, когда мы думаем о том, что, скорее всего, в Эфесе кончила свою земную жизнь Мария, Мать Иисуса Христа, когда мы размышляем о том, что все семь церквей, о которых говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, находятся в Малой Азии, вот тогда мы просто поражаемся тому, сколько евангельских усилий вложено в эту страну, в эту часть мира, и как мало там плода. Турция — это страна, которая сопротивляется Евангелию. Моя дочь жила в Турции, была миссионером, под постоянным наблюдением властей. И Павел направляется в Турцию, в Эфес. Деяние 18.21. Обращаясь к эфесским христианам, апостол Павел говорит, «Я вернусь, когда Господь позволит». И он возвращается. В 24 стихе он возвращается в Эфес. И некий иудей по имени Аполлос. Мы практически о нем ничего не знаем. Мы знаем, что он живет в Эфесе. Мы знаем, откуда он. Мы знаем, что он великий проповедник, великий оратор. Мы знаем, что Акили и Прискили пришлось помочь ему, потому что он не вполне понимал Евангелие. Он знал Евангелие немного. Он проповедовал то, что знал, однако знание его было неполным. Он знал Евангелие только до служения Иоанна Крестителя. И Прискила и Акила объяснили ему полное Новозаветное Евангелие. Некоторые ученые считают, что именно Аполлос написал послание к евреям. Никто не знает, кто написал послание к евреям. Нет согласия по этому поводу. Но люди, которые действительно знают греческий язык, говорят, что это александрийский вариант греческого языка. И написал эту книгу великий оратор. В послании к евреям есть некоторые особенности, которые подталкивают нас к тому, чтобы подумать, что именно Аполлос из Александрии, оратор, написал послание к евреям. Но убежденности в этом у нас нет. Мы знаем, что человеком он был красноречивым. Он был, мы знаем, также сильным или сведущим в Писаниях. В 26 стихе мы читаем о некой модели ученичества. Он многое знает, он одарен, но знает он не все. И взрослые христиане, более взрослые христиане, более опытные христиане начинают его наставлять. Для каждого из нас необходимо иметь в нашей жизни три типа взаимоотношений. С одной стороны, для кого-то, кто старше нас в Господе, или кто имеет власть в нашей поместной церкви, мы должны быть служителем. Позвольте этому человеку наставлять вас, и позвольте себе служить этому человеку. Для кого-то мы должны быть благовестниками. Не уходите в христианское гетто. Ни в коем случае не уходите в христианскую жизнь настолько, что потеряете всех неверующих друзей, всех неверующих знакомых. Только осторожно, чтобы неверующие люди не действовали на вас, не влияли на вас своими мирскими установками, установлениями. Есть определенная опасность в общении с неверующими людьми. Поймите, вы можете пойти куда угодно среди неверующих. Смысл только в том, чтобы вы были миссионером. Смысл не в том, куда вы идете или не идете. Смысл в том, чтобы вы действовали, чтобы вы влияли на неверующих. Если вы идете в такие места, где неверующие влияют на вас, неверующие начинают влиять на вас, в такие места вам ходить не надо. Ни в коем случае. Но если вы идете и несете Христа, идите и делайте это. Христос ходил в такие места и общался с такими людьми, что религиозные люди его поколения были просто шокированы. Он шел и общался для того, чтобы влиять на этих людей Евангелием. Не для того, чтобы поддаваться их мирскому влиянию. Есть третий тип отношений, которые необходимо поддерживать. Отношения ученичества. Найдите человека, который знает Евангелие меньше, чем вы. И помогите этому человеку. Наставьте этого человека. Может быть, это молодой христианин, недавно уверовавший человек. Именно в таком отношении, в таких отношениях, Акила и Прискила находятся с Аполлосом. Мы видим это в Эфесе. Мы видим это в 26 стихе. Аполлос хочет покинуть Эфес, отправиться в Грецию. Он это делает. И пока он находится в Коринфе, он знакомится с учениками. Такое ощущение, что Павел и Аполлос меняются местами. Аполлос из Эфеса в Коринф. Павел из Коринфа идет в Эфес. Попадает в Эфес на третьем своем миссионерском путешествии. Итак, я сказал, что в 18 главе. Нет, это уже в 19 главе. И Павел приходит в Эфес в 19 главе и спрашивает, приняли ли вы Святого Духа, когда вы веровали? А Эфес не говорят. Нет, мы даже не знали, что существует, что есть Святой Дух. Помните, говоря о 8 главе Деяния апостолов, мы упомянули спор между христианами. Принятие Святого Духа. Можно ли его назвать вторым действием благодати? Можно ли сказать, что мы сначала покаялись, а потом уже получили духовное рождение? Есть ли более полное Евангелие? Есть ли второе дело благодати? Некоторые говорят «да», другие говорят «нет». Христиане, которые говорят «да», указывают на ситуацию в Самаре, в 8 главе Деяния апостолов, и на ситуацию в 19 главе Деяния апостолов. В 19 главе ситуация в Эфесе несколько отличается от того, что происходило в Самаре. Павел говорит «приняли ли вы Святого Духа?» Они говорят «мы даже не знали о Святом Духе». 19 глава 2 стих. Павел спрашивает «во что же вы крестились?» Они отвечали «во Иоанново крещение». Когда Павел это услышал, он преподал им крещение вновь во имя Иисуса Христа. И, сделав это, он возложил на них руки, и Дух Святой сошел на них. И в 6 стихе мы видим, что они стали говорить на языках иными языками и пророчествовать. Это еще один спор среди христиан. Ведет ли крещение Святым Духом? Всегда ли крещение Святым Духом ведет к говорению на языках? Некоторые христиане говорят «да», другие христиане говорят «нет». В Деяниях Святых Апостолов, особенно, по крайней мере, во второй главе Деяний, апостолы говорят на известных, земных языках. Когда мы читаем Первое Послание к Коринфянам, там совершенно не очевидно, что языки в Ветхозаветной Церкви — это земные языки. Я не хочу сейчас об этом подробно размышлять, я не хочу разбираться с этим сейчас и решать этот спор. Я скажу вам только вот что. В Первом Послании к Коринфянам, 12 глава, апостол Павел утверждает, что все коринфяне крещены Святым Духом. Первое Послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо одним Духом все мы крещены в одно тело». Если крещение Святого Духа — это второе действие благодати, которое происходит, когда мы более полным образом ощущаем Святого Духа уже после нашего покаяния, после нашего обращения, если это действительно так, то чем объяснить, что все коринфяне уже крещены Святым Духом? В Коринфе зрелых христиан было очень мало. Коринф никак не знаменит огромным количеством известных укорененных во Христе христиан. Наоборот. В Коринфе слабые христиане, запутавшиеся христиане, Павел говорит, что все они крещены Святым Духом. Если крещение Святым Духом — это второе дело благодати, если это нечто более полное, если это, скажем так, второй, более полный шаг к христианской зрелости, то странно, почему таких незрелых людей он называет крещенными Святым Духом. Апостол Павел говорит, что все крещены Святым Духом. Потом в тридцатом стихе он говорит, не все говорят языками. Сопоставьте эти два стиха. Первый Коринфам 12.13 и Первый Коринфам 12.30. Тогда очень сложно будет предположить, что человек, который не говорит на языках, не крещен Святым Духом. Очень сложно предположить также, что все крещеные Святым Духом говорят на языках. Что же происходит в Эфесе? В Эфесе происходит примерно то, что было когда-то в 8 главе в Самарии. Были люди, такие как Аполос, люди, которые верно излагали все, что знали, но только знали они не все. И в результате были люди, которые получали спасение по Ветхозаветному установлению. Но ведь живут они уже в Новозаветное время. Они родились во время Ветхого Завета, умирают после Иисуса Христа, умрут после Иисуса Христа, после начала Новозаветного времени. Они получили, они должны получить все, что дает Новый Завет, но пока еще не получили. Они веруют в то, о чем говорит Иоанн Креститель, указывая на Иисуса Христа. Спасены ли они? Будут ли они в небесах? Да, будут. И да, спасены. Но получили ли они все христианство целиком? Нет. Еще не получили. Они не знают о смерти Иисуса Христа. Они не знают о воскресении Иисуса Христа. Они не знают о схождении Святого Духа. А все то, что дает Новозаветное спасение, проповедуется, начиная от Иерусалима, через служение апостолов. Павел апостол. Павел приходит в Эфес и будет оставаться там на протяжении какого-то времени. Он возлагает на них руки. Он проповедует более полную версию Евангелия, более полной Евангелия. Он говорит им то, о чем они еще не знают. Они покоряются, подчиняются полному христианскому крещению. Они получают Духа Святого. Они начинают пророчествовать. Они начинают говорить на языках. Легко ли все это понять? Нет, нелегко. Будут ли споры по этому поводу? Будет ли спор о том, что здесь происходит? Да, будет. Может ли случиться, что некоторые христиане сочтут это нормальным, обычным опытом, что сначала становишься христианином, а потом принимаешь Духа Святого и начинаешь говорить на иных языках. Могут ли христиане в это поверить? Да, могут. И легко понять, почему они в это верят. Легко понять, почему при этом, доказывая это, они указывают на 19 главу Деяния Апостолов. Однако я просто хочу сказать, что есть и другой способ толкования 19 главы Деяния Апостолов, который я вам сейчас предложил, особенно если прочитать эту главу вместе с 1-м посланным Коринфянам 12. Считаю ли я, что мы получаем крещение Святым Духом в момент нашего покаяния? Да, я так считаю. Считаю ли я, что говорение на иных языках это обязательный признак к крещению Святого Духа? Нет, я так не считаю. Говорю ли я, что не нужно разговаривать на языках? Нет, я такого не говорю. Я не критикую этот дар. Кстати говоря, мы не имеем права запрещать людям говорить на языках. Поэтому об этом даре я ничего не говорю. Если вы говорите на языках, я не буду требовать от вас, чтобы вы отказались от этого дара. опасность заключается в том, что христиане, не харизматы, начинают сверху вниз смотреть на харизматов и говорят, плохо их учат, плохое у них учение. Запутались они. Они основывают свою христианскую жизнь на личном опыте. С другой стороны, харизматы очень часто сверху вниз смотрят на не харизматов и говорят, они мертвы, они холодны, они не верят в служение Духа Святого, они не ощущают даров Духа Святого. Нам нужно проявлять благодать, нам нужно проявлять милость к христианам, которые иначе, чем мы, понимают служение Святого Духа, которые иначе, чем мы, ощущают Святого Духа. Нам необходимо продолжать вместе изучать Библию с молитвой и нам необходимо позитивно относиться к другим христианам, даже если у них иное понимание, даже если у них другой опыт. Я не харизмат, я никогда не говорил на языках, однако я рад за христиан, которые знают, что такое говорить на языках. Я говорю, да благословит их Бог, я хочу у них учиться. Я не хочу относиться к ним сверху вниз, смотря на них сверху вниз. Я хочу проявлять милость. Давайте проявлять милость, вместе изучая и разбирая Слово Божие. В Эфессе где-то 12 человек получают эти дары и принимают крещение от Павла. Затем Павел возвращается в синагогу. Вот это очень интересно. В 13 главе, в Антиохе, он говорит, «Все, я не буду больше благовествовать иудеям, я буду благовествовать язычникам». Потом, в 18 главе, он говорит, «Все, не буду больше благовествовать иудеям, хватится меня, я буду благовествовать язычникам». 18 глава, 6 стих. А потом он приходит в Эфесс и в третьем миссионерском путешествии, что он делает? Он идет в синагогу и начинает благовествовать иудеям. Он проводит там 3 месяца, проводит 3 месяца в синагоге, в Эфессе, убеждая иудеев в истине от Царствия Божьем. Павел иудей. По субботам он в синагогу идет. Таков он. Куда бы он ни приходил, он будет говорить об Иисусе. Павел имел в виду, что все мое служение теперь в основном будет сосредоточиваться на язычниках. Все, я буду ожидать прежде всего покаяния язычников. Может быть, он это имел в виду. Может быть, он имел в виду, что я буду считать себя миссионером, язычником. Для язычников. Но это не значит, что он будет отворачиваться от иудеев. Это не значит, что он в синагогу в субботу не пойдет. Конечно, пойдет. Я миссионер. Я уехал из Америки. Я рад, что иногда бываю в Америке. Мои дети сейчас в Америке. Прямо сегодня моя жена в Америке. Я провел в Америке Рождество. Я уехал из Америки. Я миссионер в Восточной Европе и Ближнем Востоке. Значит ли это, что приезжая в Америку, я не буду свидетельствовать американцу? Значит ли это, что я не буду приходить в американские церкви? Конечно, и свидетельствовать буду, и в церкви ходить буду, и хожу. Но я не считаю себя служителем для Америки или миссионером для Америки. Мое служение на сегодня не в Америке. У меня нет желания нести служение в Америке. Но когда я приезжаю в Америку, я всегда говорю об Иисусе Христе. Когда Павел приходит в синагогу, он говорит об Иисусе Христе. Но, но... Опять происходит то же самое, что и раньше. Девятый стих. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом. Помните 11 главу Деяния Апостолов? Помните, как христиане впервые получили это звание христиане в Антиохийской Церкви. Теперь, в 19 главе, в Эфесе, христианство называется путем Господнем, путь Господень. Сегодня, кстати, есть секта, есть культ, который называется путь. Культы и секты порой пытаются украсть подлинные христианские слова, угнать их, как террористы угоняют самолеты, для того, чтобы использовать их в своих собственных целях. Однако, в Эфесе впервые христианство называется путь Господень. Итак, Павел уходит, и он приходит в училище некоего тирана. Что это за место такое было? Очевидно, это некий зал, в котором проходили занятия, в котором проходило обучение. Скорее всего, владел этим местом некий человек, и Павел арендовал это место, для встречи, для собраний христиан. Итак, в Синагуи проходят христианские собрания, в домах собираются христиане, а теперь впервые христиане начинают собираться в арендованном помещении училища некоего тирана. Несколько лет назад в окрестностях Эфеса существовала христианская библейская школа, которая называлась школой тирана. Это было христианское училище для турков, для людей из Турции. Я там проповедовал, я бывал там. По-моему, этого училища, этой школы там уже нет. Дело в том, что в такой стране, как Турция, очень сложно проводить сейчас христианское служение. Так вот, недалеко от Эфеса христианская школа или христианское училище существовало, получается, уже тогда, во времена апостола Павла, в 19 главе Деяния апостолов. Многие в Малой Асии, мы читаем, слышали Слово Божие, и иудеи, и эллины, и совершались великие чудеса. Бог же творил немало чудес руками Павла. 11 стих, 12 стих. Так что даже на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни. Итак, в Эфесе не только проповедь истины, в Эфесе также совершаются и великие чудеса. Однако были в то время и иудейские чудотворцы, которые пытались присвоить себе имя Господа Иисуса Христа. Они полагали, что Павел совершает волшебство, используя для этого заклинания, волшебные слова, особые формулировки. Помните, как Алладин в сказке «Тысяча и одна ночь», в сказках, в сказке про Али-Бабу. Он приходит, и он знает, что Али-Баба и его разбойники говорят некие слова, чтобы открыть дверь пещеры, и Сезам, откройся. И дверь открывается, Сезам открывается. Алладин это слышит. Алладин подходит к пещере, разбойников там нет, и он говорит, Сезам, откройся, и Сезам открывается. Точно так же, как когда владельцы открывают Сезам, потому что он, Али-Баба, знает теперь волшебные слова. Еврейские лже-чудотворцы, не христиане, слышат о тех великих делах, которые совершает Павел во имя Иисуса Христа. Они пытаются говорить те же самые слова. Они пытаются воспользоваться именем Иисуса Христа, чтобы совершать свое волшебство. Ничего у них не получается. Им отвечает бес. Никто иной, а бес отвечает этим семи братьям, сыновьям, еврейского служителя, еврейского священника. 19 глава, 15 стих. «Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен». То есть они сказали волшебные слова, говорят, «Мы заповедуем тебе во имя Иисуса, которого проповедует Павел, выйди из этого человека». И бес говорит, «Я знаю это имя Иисуса, я знаю это имя Павел, а я вас не знаю, вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух и одолел их. Взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. И это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям. Стало известно, что недостаточно лишь называть имя Иисуса Христа. Надо знать Иисуса лично. Надо веровать в Иисуса лично. Только тогда будет настоящая сила. Только тогда через вас будет настоящая сила во имя Иисуса Христа. Это не просто формула, это не просто заклинание, это не просто волшебные слова, это не просто ритуал. Должна быть живая реальность, живое отношение со Христом. Христос должен быть известен лично, и Христа нужно знать лично. И именно это они узнают. Дальше мы узнаем, что многие уверовали, и они приходили. Происходит еще одна вещь. Они не только исповедуют имя Иисуса Христа, они также отказываются от своих злых и ложных путей. Они отказываются от магии. Они отказываются от всего оккультного. Они разрушают ценную свою собственность, которая принадлежала им. Они разрушают, уничтожают все то, что ассоциировалось с магическими делами. В Деяниях 18 глава мы читали о том, как люди, которые занимались оккультными делами, отвергают, отказываются от этих оккультных дел. И мы читаем, что напал на них страх, напал страх на всех живущих в Эфесе. И величаемо было имя Господа Иисуса. Личность и дело Иисуса Христа стали очень важны в Эфесе. Настолько важны, что многие же веровавших приходили исповедуя и открывая дела свои. Иными словами, они открывали то, что делали, то, чем занимались, либо до того, как стали христианами, либо то, что делали тайно, так, чтобы люди не знали об этом. Иногда бывает такое, что людей, называющих себя христианами, даже христианских лидеров, уличают в каком-то страшном грехе. Либо этот человек нечестный, он присваивает себе деньги, либо он безнравственный, у него есть отношения с человеком, с которым они не состоят в браке. Мы слышим об этих печальных событиях, и это действительно печально, это действительно страшно. Но меня интересует только одно. Я хочу знать, вот поймали, уличили человека, или он сам пришел и исповедовал. Это, конечно, не значит, что не может такого бы, если человека поймали, и он сам потом кается, искренне кается. Но нам сложно убедиться в искренности его покаяния. Если человека не поймали, но он приходит и исповедуется и открывает, что он поступает не так, что он поступает постыдно, что он поступает не по Божьей воле, что он поступает так, как действительно не соответствует его служению, не соответствует его труду, тогда мы можем быть более уверены, что он действительно покаялся, потому что он открывается, потому что он говорит нам вещи, о которых иначе чем мы бы не узнали. Это замечательный признак покаяния. Наша сущность, сущность нас, как христиан, открывается, когда мы одни, когда мы наедине с Богом. Наша тайная и есть лучшее выражение нашей сущности. Моя сущность определяется не тем, какой я в этом классе, в этой аудитории. Здесь я такой, каким вы хотите меня видеть или каким я хочу вам показаться. Моя сущность открывается, когда я один. Дуайт Мюри сказал, характер — это то, что человек делает, то, как человек поступает в темноте, когда никто не видит. И несомненный признак покаяния, несомненный признак возрождения, когда христианин выходит вперед и кается в своих тайных грехах. Недавно я говорил о том, что в Корее произошло Великое Возрождение. Это Возрождение началось еще в 1907 году, когда два пастора покаялись друг перед другом в грехах своих и попросили прощения. В Эфесе также произошло Великое Пробуждение, потому что христиане покаялись в своих грехах, особенно в грехах, связанных с оккультными деяниями, с ложными религиями. Я говорил вам уже о том, что на христианство нападают в связи с тем, что происходит здесь. Что я имею в виду? Дело в том, что люди, которые раньше занимались магией, начали приносить свои магические книги и сосчитали, сколько книг эти стоили. 50 тысяч кусков серебра, 50 тысяч серебряников. Они не стали говорить, «Я христианин, поэтому я продам эти книги». Нет. Они говорят, «Я христианин, поэтому я уничтожу эти книги». Но вот в чем была проблема. Когда в 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, естественно, они не хотели, чтобы в учебных заведениях изучалась какая-либо другая идеология, кроме нацизма. Естественно, они ненавидели евреев. Прежде всего, они лишили евреев всех прав, потом пытались лишить евреев жизни. Среди прочего, они сожгли книги авторов, которые с ними были не согласны. Социал-демократов, большевиков и еврейских авторов. Нацисты просто сожгли эти книги. В частности, книги Франца Кавки, поскольку он был евреем. Жил он в Чехословакии, писал он на немецком языке, но он был евреем, а они сожгли его книги. Он умер в 1923 году, в живых его тогда уже не было, но книги его сожгли нацисты. Так вот, в Новом Завете христиане тоже жгут книги. И кто-то скажет, «Они похожи на нацистов». Нет, ничего подобного. Нацисты сжигали книги, которые были собственностью других людей. Нацисты отбирали книги у других и сжигали их. Христиане сжигали свои собственные книги. Нацисты разрушали, уничтожали то, что принадлежало другим людям. Христиане уничтожали то, что принадлежало им, что могло принести ценность для них. Но христиане поняли, что в этих вещах духовная опасность, и она гораздо страшнее, чем всякие экономические выгоды. Например, представьте себе человека, у которого множество порнографических фильмов, которые можно продать и заработать на их деньги, но он становится христианином. Покаившись, он не хочет больше держать у себя эти книги или фильмы в доме. Он не хочет их продавать, он их сжигает, потому что он понимает, что так нельзя, это моя старая жизнь. Я больше так жить не хочу. Я теперь верующий человек. У меня другая жизнь, у меня новая жизнь. Вот эти люди, эфесини, раньше участвовали в оккультных делах. И тут они собирают все свои оккультные книги, все, что связано с оккультными делами, те книги, в которых написано, как заниматься оккультизмом, и все это они сжигают, для того, чтобы показать, насколько искренне их покаяние, чтобы показать, что они отказываются от старой жизни, даже при том, что это стоит им денег. 20 стих, мы читаем, «С такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Но пришло время, когда Паулу нужно было уходить. Он не собирался оставаться в эфесе. Там он провел два года и решил идти в Иерусалим. Он проходит через Македонию, и он решает направляться, отправиться в Рим. Он хочет отправиться в Рим. Он собирается пройти через Македонию, Грецию и направиться в Рим. И отправляет Тимофея и Ераста вперед, а сам на какое-то время еще остается в эфесе. Именно в это время начинается мятеж. Вот что происходит. Те, кто не обратился в христианство, понимают, что если христианство укоренится в эфесе, то деньги нельзя будет в эфесе зарабатывать так, как зарабатывали раньше. Опять-таки, нападают на христианство капиталисты, люди, зарабатывающие и наложи религии. Понимаете, чтобы поклоняться идолам, кто-то должен делать этих идолов. И этим производителям идолов нужно платить. Там, серебряные идолы. И вот Дмитрий, мастер, который делает серебряных идолов, понимает, что денег у него будет меньше, потому что христианство растет, потому что христианство становится все более влиятельным. чтобы спасти себе работу, чтобы как-то зарабатывать себе деньги, нужно бороться, нужно драться. Ну и он собирает других ремесленников, которые делали идолов из металла и серебра, и говорит буквально следующее в 25 стихе. Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. То есть мы зарабатываем деньги на этой религии, и религии, если будут другие религии, то у нас не будет денег. Значит, нам нужно остановить всякие другие религии. Потом они притворятся, что у них религиозная мотива. Они скажут, что вот Павел утверждает, что боги рукотворные это совсем не боги. Павел действительно это утверждал. И в Афинах в 17 главе, и в Эфессии в 19 главе. Павел действительно это утверждал. И Дмитрий говорит, это нужно прекратить, это нужно остановить. Здесь опасность. Но он ссылается также на великую богиню Артемиду. Он говорит, есть опасность, что обесценится Артемида, что люди перестанут поклоняться Артемиде. Но сразу же оговаривается, и бизнес наш, дело наше тогда никому не будет нужно. Эфесс был город, где Артемиду называли также Дианой. и Диане поклонялись. Там был огромный храм богини Дианы. Если вы придете в большой великий собор в Риме, в Вене, в Бодапеште или в Москве, вы увидите маленькие лавочки, магазинчики вокруг соборов. Там продаются книжки, там продаются статуи, там продаются картинки, а ювелирные изделия. Все это связано с этим собором. Так же было и в языческом богопоклонении. Вокруг храма водились деньги. Люди приходили поклоняться Диане, поклоняться Артемиде, и они хотели что-нибудь купить. Они хотели купить сувенирчики, они хотели купить башков, идолов маленьких, для того, чтобы этих идолов домой с собой взять. Поэтому там было немало продавцов, которые зарабатывали на этом деньги. Павел говорит, да, это лжерелигия, Диана никакая не богиня, нельзя заниматься лжепоклонением, поклонением ложным богам. Как же отвечают эти торговцы? Они собираются вместе, собирают всех людей, которые зарабатывают деньги на этом лжепоклонении. Кстати говоря, известен был Эфес прежде всего своим культом Артемиды, культом Дианы. Именно поэтому люди знали об этом городе. Итак, торговцы собирают толпу, и разгневанная толпа начинает кричать «Велика Артемида Эфесская». Толпа наполняет весь город смятением. И они берут друзей Павла. Павел хочет выйти и обратиться к толпе. В 30-м стихе мы читаем, но ему не позволяют. Он хочет пойти и обратиться к толпе, но друзья ему не позволяют. Говорят, тебя просто разорвут, если туда пойдешь. Ты туда не пойдешь, мы тебя туда не пустим. И вот что же происходит дальше. Иудеи также используют эту возможность. И на протяжении двух часов толпа кричит «Велика Артемида Эфесская». И приходят полицейские того времени, городской служитель и говорит «Слушайте, успокойтесь». Если вы не успокоитесь, придут римляне и сами разберутся и нас накажут. Если есть жалоба, жалоба, решайте эту жалобу, решайте эту проблему в суде, а не на улице. И он распускает эту толпу, и Павел собирается уйти. Куда же уходит Павел и кого он оставляет в Эфессе? В Эфессе он оставляет группу преданных верующих и разгневанных, рассерженных неверующих, которые хотят выгнать его из города. Да, Евангелие приводит к разделениям. Имя Иисуса Христа приводит к разделениям. Если вы хотите придумать себе собственную религию, никто против не будет. Но если вы говорите, что есть единая истинная религия, а все остальные религии ложные, если вы говорите, тогда будут проблемы. Если вы говорите, что мой Бог, ваш Бог, все одинаковые, тогда все нормально. Но если вы говорите, мой Бог хочет быть вашим спасителем, он единственный Бог, единственный спаситель, единственная надежда миру, тогда будут проблемы, тогда против вас будут выступать, тогда будет оппозиция, тогда против вас будут сражаться. Но вы знаете, что христиан в первом веке арестовывали, потому что их называли атеистами? Вы знаете, что христиан в первом веке арестовывали, потому что называли их атеистами? Такого было самое частое обвинение против христиан в первом веке? Говорили, они атеисты. Почему? Потому что христиане в первом веке утверждали, что боги и римлян и ляSu называли их атеистами? В нашем понимании христиане это человек, который вообще отвергает существование Бога в принципе. А в Первом веке христиан обвиняли в атеизме, потому что христиане говорили, все эти ваши боги совсем не боги, есть только один бог. Римляне говорят, это атеизм, это против закона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok